Я мать 16-летней дочери, которая с младенчества участвовала в церковном таинствах, была активна в воскресной школе, пела на детском клиросе. Полтора года назад ее как подменили? Вот, пожалуйста. Пристала ходить в храм, стала колючей и более холодной по отношению к самым близким. Недавно сняла с тебя крестик и больше не одевает, говорит, что не верит никакому богу и так далее. А на днях заявила, что ей нравятся девочки. Все по плану, да. На мою просьбу пойти и поговорить с нашим семейным батюшкой смеется, отвечает, ерунда все это, природа не прикажешь, часто ругается. Я молюсь за нее, муж говорит, перерастет. Что делать? Ну, конечно, муж говорит, перерастет. Дай бог, чтобы все это было. Но, опять же, не без участия родителей, не без их боли, не без их молитвы. У нас есть прекрасный пример. Есть такой блаженный Августин святой. Его мать, она в католичестве причислена к рику святых, святая Моника, ну, католической. Она, у нее был муж-язычник и сын-язычник. Что такое язычество в то время? Там были такие нравы и все, понимаете, это можно только представить, да? То есть она была христианкой и она молилась много лет, не один год, не пять лет. Очень много лет она молилась. Я точно не помню, но больше десяти лет. То есть это была молитва, это слезы были, все. И в какой результат? Сын стал святой, а отец стал епископом, а были язычники. Вот что может молитва матери и любящей жены. Вот и все. Ну, конечно же, нам хочется, чтобы мы вот свечку поставили, почитали какой-то Акафист, и чтобы все, уже ребенок стал другим. Десять лет молился человек в пустыне, а у него злоба была, злобный был характер. И не отступала эта злоба. Десять лет, каждый день, по много часов. А других путей нет. Претерпевший до конца, тот спасен будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова